Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВИН в студии Мария Клименко. Сегодня я расскажу вам о самых заметных городских событиях и сейчас коротко о главном. Огненный эпизод для фильма о России. Участники проекта «100 тысяч километров возможностей», призванного рассказать об уникальных местах страны, побывали в цехах Магнитогорского металлургического комбината. Чем поразил гостей стальной гигант? Профессионалитет растет. В Магнитогорске появился новый студенческий корпус. На кого может пойти учиться молодежь? Долгожданная победа. Хоккейный клуб «Металлург» выиграл выездной матч во Владивостоке. А сейчас об этих и других событиях более подробно. Работать и учиться поможет профессионалитет. В Магнитогорске продолжает реализовываться федеральный проект, в рамках которого молодежь может не только получить востребованную рабочую специальность, но и найти будущего работодателя уже в процессе обучения. В этом году открылся новый учебный корпус для подготовки студентов многопрофильного колледжа МГТУ. Подробности расскажет Елена Старстина. В производственном центре подготовки рабочих кадров на базе МГТУ пополнение. В рамках федеральной программы «Профессионалитет» многопрофильный колледж получил в свое пользование целый учебный корпус для подготовки молодых специалистов. В учебном пространстве мастерские для электромонтажных, слесарных и огнеупорных работ. Когда ребята получают не только теоретические знания, но и практические, то есть навыки, которые позволяют им уже с первого курса, как вы видели, слесарное мастерское, с первого курса своими руками изготавливать от простейших деталей до сложных деталей, конечно, они уже погружаются в свою будущую профессию практически на младших курсах. Организовать новое учебное и практическое пространство удалось благодаря участию стратегических партнеров программы. Сразу трех производственных компаний «Магнитогорска». Все они – потенциальные будущие работодатели для нынешних студентов. Мы работаем над этим. Я думаю, что это определенные результаты принесет через некоторое время. Заинтересовываем, стараемся больше давать в виде рекламы, чтобы люди уже не только теоретические знания получали, а практические. Мы ремонтировали классы, обустраивали их для получения удобства в образовании студентов, ну и в перспективе, чтобы у нас были новые могучие кадры. Даже если они не будут нашими сотрудниками, это все равно вклад в образование детей. Ну и в перспективе мы так и будем продолжать вкладывать свои усилия. Образовательные программы профессионалитета позволяют гибко сочетать учебу с работой, выстраивать учебный процесс под запрос работодателей. И в период определенного кадрового голода среди рабочих специальностей такое взаимодействие с предприятиями-партнерами позволяет создавать базу для будущих молодых специалистов. Сейчас очень большая потребность в кадрах и вот эти вот вложения, которые делают наши партнеры, это по сути вложения в будущее. В будущее наших ребят, в будущее нашего замечательного города. И, конечно, ребята, понимая, что есть такие продвинутые предприятия, на которых можно зарабатывать хорошие деньги, комфортно работать, конечно, это привлекает их для того, чтобы оставаться здесь, в нашем городе. Сегодня в университете по программам среднего профессионального образования в рамках программы профессионалитет обучаются более 1300 человек. И каждый из них по окончании учебного заведения, уверенный в МГТУ, будет точно трудоустроен по профессии. Елена Старостина, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН. Продолжаем программу. Мобильное приложение маркетплейса ММК получило гран-при и было отмечено в номинациях «Сервис» и «Е-коммерс» отраслевого конкурса «Лучший интернет-проект» 2024 года среди металлургических и металлоторговых компаний России и стран СНГ. АйТи-проект был представлен на конкурсную программу «Торговым домом ММК». Итоги конкурса были подведены на прошедшей в Москве международной промышленной выставке «Металл-экспо-2024». Конкурс проводится ежегодно журналом «Металлоснабжение и сбыт» при поддержке Российского союза поставщиков металлопродукции. Его цель – выявление лучших АйТи-решений, способствующих развитию коммуникаций между компаниями и их клиентами. Мобильное приложение корпоративного маркетплейса «ММК» было запущено в 2024 году совместно с веб-интегратором «Факт» в рамках развития онлайн-продаж металлопродукции в торговом доме «ММК». Приложение для iOS и Android представляет комфортный доступ к полному функционалу маркетплейса, в том числе к каталогу продукции с интуитивным поиском и фильтрацией, личному кабинету для физических и юридических лиц с историей заказов и гибким выбором способов оплаты. Обеспечивая оформление заказов в несколько кликов, мобильная версия позволила сократить дистанцию до клиента, повысить вовлеченность постоянных покупателей и регулярность покупок. Развитие электронной коммерции – часть глобальной стратегии «ММК» по цифровизации всех направлений деятельности и внутренних бизнес-процессов. Операционные результаты компании уже доказали эффективность внедрения цифровых решений. Так, продажи через маркетплейс выросли в прошлом году в 2,6 раза. За функционал маркетплейса, работающий на отечественной платформе Bittrex, управление сайтом, регулярно актуализируется. Недавно была реализована оплата через систему быстрых платежей, осуществлена интеграция с ЭТП «Газпромбанка». К услугам клиентов удобные финансовые онлайн-инструменты, аккредитование и банковские гарантии. Ежедневно онлайн-платформу посещают более тысячи пользователей. Для нее был примером сам Иван Рамазан. Нина Семенок, исполняющая обязанности инженера по качеству отдела контроля качества и приемки продукции на участке сортового цеха ММК, стала лучшей в своей профессии по итогам месяца. На производстве она трудится уже 13 лет, по плечу самые ответственные задачи, а в основе профессионального успеха – надежность, уверенность и саморазвитие. Нина Семенок провела экскурсию по цеху нашей съемочной группе. Я училась в школе номер 59 имени Ивана Харитоновича Рамазана. В школе был музей, где мы с одноклассницами проводили экскурсии, рассказывая о жизни народного директора. Именно Иван Харитонович и стал примером. Я решила связать свою жизнь с нашим металлургическим комбинатом. В 2011 году я окончила МГТУ имени Носова с отличием и устроилась на работу в отдел контроля качества и приемки продукции контролером производства черных металлов. Нина Владимировна – одна из очень молодых, перспективных, профессиональных работников. На данный момент также исполняет обязанности инженера. Несколько раз даже исполняла мои обязанности как начальника участка. Работа контролера, конечно, очень ответственная. Как контролер в производстве черных металлов я контролирую технологический процесс и качество металлопродукции. Оформляю сертификаты качества, выдаю заявки на испытания металлопродукции. Если я исполняю обязанности инженера по качеству, то здесь у меня уже включаются другие функции. То есть я отвечаю за безопасность, прежде всего, труда своих подчиненных, за организацию работы, за организацию инспекционного контроля. Исполняя обязанности за начальника участка ОКП сортового цеха, добавляя соответственность за весь участок, за своевременное предоставление информации руководителям, за работу с потребителем и клиентами. То есть ведется претензионная работа и, конечно же, принимается очень много оперативных решений. За 13 лет работы я побеждала в конкурсе «Лучший молодой работник», 5 раз участвовала в научно-технических конференциях, причем также занимала призовые места. Также сейчас я прохожу обучение в новой смене развития талантов по приказу генерального директора Павла Владимировича Шиляева, где занятия проводят преподаватели лучших бизнес-школ страны. Обучение серьезное, очень интенсивное, при этом интересное, в необычном формате, в результате чего из нас должны подготовить будущих руководителей. Самое главное в моей профессии – это концентрация и постоянное самообразование, чтобы делиться своим опытом и знаниями с другими работниками. Коллектив в сортовом цехе очень дружный, все настроены на взаимопомощь и настроены на диалог. Участники уникального автопробега по стране «100 тысяч километров возможностей» в рамках пребывания в нашем городе посетили промплощадку Магнитогорского металлургического комбината. Гости побывали в трех производственных переделах, их цель была не просто посмотреть на современное металлургическое производство. В цехах путешественники сняли новые главы документального цикла, который станет итогом большой автоэкспедиции. Побывать в Магнитогорске и не посетить промплощадку металлургического комбината – значит упустить самое важное. Участники уникального проекта «100 тысяч километров возможностей» включили ММК в маршрут автоэкспедиции еще на этапе планирования. Инициатор автопробега по России журналист Андрей Леонтьев уже бывал на комбинате ранее. В 2016 году он снял документальный фильм о металлургическом гиганте для канала Discovery Channel. Чемпионка мира по боксу Нина Обросова на ММК впервые, однако тоже знакома с производством не понаслышке. Более того, Южный Урал для нее регион родной. В Верхнеуральске родился ее отец. А сама она не раз в детстве и юности гостила в магнитке у родственников. У меня соревнования были, раньше занималась боксом, у меня какой-то чемпионат России был, в Магнитогорске, в Челябинской области. Я даже боюсь сосчитать, какой раз я здесь. Наверное, после 10 уже счет был сбит. Ну, когда в родной город приезжаешь, ты уже не открываешь его заново. Ты только видишь и можешь оценить новые объекты. Вот опять же, вернувшись к парку, притяжение, да, городу реально не хватало такого объекта. Это я чистого сердца говорю. В экскурсионном маршруте три важных остановки. Первая – доменный цех. Если быть точнее, печи 1 и 2. Вторая печь – это та самая легендарная комсомолка, введенная в эксплуатацию 7 июня 1932 года. Ее построили в рекордные сроки сотни молодых энтузиастов. В 2020 году она подверглась коренной реконструкции. Цель гостей – не просто полюбоваться видами литейного двора, увидеть реки раскаленного чугуна. Здесь снимается кино. Это будет часть документального цикла, который станет итогом большого автопутешествия. Напомним, гости совершают рекордный автопробег в рамках одной страны. За семь месяцев они планируют преодолеть 100 тысяч километров, используя все дорожное полотно страны. Старт проекту был дан в апреле этого года в Москве. Это путешествие еще и самый длинный тест-драйв. Экипаж преодолевает маршрут на новых автомобилях «Лада Веста» и «Москвич». С момента старта автоэкспедиция уже посетила 72 региона России, позади 82 тысячи километров и невероятное количество пережитых эмоций и новых знакомств. Комбинат также подарил одни из самых ярких впечатлений. Вторым пунктом экскурсии по ММК стал уникальный инвестиционный проект «Коксовая батарея номер 12». Она является самой мощной в Российской Федерации. Ее производительность – 2,5 миллиона тонн сухого кокса в год. Комплекс охватывает производственный цикл от приема угольных концентратов до передачи готового кокса в доменный цех. Полностью экологичный проект. Это позволило нам сократить выбросы на 11 350 тонн вредных веществ в год. Также нам это позволило вывести устаревшие батареи из эксплуатации. Андрей Леонтьев высоко оценил масштабы преобразований. Понятное дело, что металлургическое производство, любое производство, связанное с добычей, обработкой полезных ископаемых, не может быть безопасным для человека и для природы. И так не будет никогда, потому что в этом состоит природный закон. Но сделать его максимально безопасно можно. И вот, наверное, то место, тот объект, на котором мы находимся сейчас, это вот тот даже не шаг, а это скачок в области обеспечения экологической безопасности производства. Отметил Андрей Леонтьев и перспективность такого направления деятельности, как промышленный туризм, который сейчас очень развит на ММК. Люди должны больше знать о том, как производятся те или иные блага. С той же целью расширить кругозор он посоветовал больше путешествовать по стране. Одна из целей его проекта – показать, насколько многогранна и красива Россия. Мы настолько не интересовались долго тем, что происходит у нас, мы настолько не интересовались очень долго своими собственными возможностями в плане развития внутреннего туризма, мы не понимаем, чем мы можем удивить сами себя. Мы не знаем, что происходит в соседней области. Не говоря уже о том, что происходит на другом конце страны. А страна у нас, у нас можно ехать вместо спидометра календарь ставить. И ты едешь, меняются часовые пояса, день, ночь. Субтропики сменяются Арктикой через тайгу, через степи, через всё. А, простите, деньги, язык, и люди остаются теми же. Завершили экскурсию по ММК гости в листопрокатном цехе номер 11, где познакомились с работой стана 2000 ключевого агрегата комплекса холодной прокатки. А уже на следующий день автопутешественники продолжили путь. Автоэкспедиция 100 тысяч километров возможностей завершится в Магадане, в парке Маяк, на берегу бухты Нагаева, Охотского моря. Евгения Солкудинова, Александр Макаров, телекомпания, ТВИН. К другим темам. В Магнитогорске начала свою работу традиционная выставка-ярмарка регионы России. Она открыла свои двери в торговом центре Славянский. Жители и гости города ждут за полезными и вкусными покупками уже сейчас. Верхняя одежда сезона «Осень-зима» представлена на выставке-ярмарке региона России в ассортименте. Стильные и практичные пуховики, куртки, пальто – всё фабричного производства. Я представляю фабрику «Кармель стиль». Это наш российский производитель женской одежды. Всё шьётся из финской плащевой ткани, финского утеплителя. До минус 30 вы можете носить эти изделия. Ткань здесь не промокает, не продувает. Размерный ряд с 48 по 70. В этот раз привезли в Магнитогорск дизайнерскую одежду из штапеля, шерсти и латена, уютную коллекцию изделий из монгольского трикотажа, а также износостойкую комфортную обувь с удобной колодкой на нескользящей подошве. Для завершения образа на выставке-ярмарке можно найти стильные аксессуары, сумки и авторскую бижутерию. До Нового года 50 дней. Приходите, пожалуйста, на выставку за подарками «Год змеи». Представлен на регионах России домашний текстиль из белорусского льна безупречного качества. Мы приехали из Белоруссии, уже не первый год сюда приезжаем, представляем Оршанский льнокомбинат. У нас также большое количество льняных пледов, льняной постели, очень много сейчас, подушки льняные, одеяла. Очень много махровых льняных простыней. Найдут на выставке горожане товары для дома и сада, салфетки из шведского микроволокна для эффективной уборки, долговечную посуду из литого алюминия. А это уже знакомые многим многофункциональные гаджеты, чудо-терки, отпариватели, точилки для ножей и ножниц. Универсальные точилки для железа затачивают любой тип материала. От кухонных ножей до приусадебного инвентаря затачивают до состояния бритвы. Ножик аналогично ставите на опор и протачиваете. Представленные надежные помощники на дачном участке – секаторы. Это чудо-секатор, который режет не только веточки, но в зимнее время пригодится на кухне. То есть ему легко срежут любые ребрышки, барани, свиные, курицу, рыбу, плавники, хвостики. А также в ремонте можно использовать полипропиленовые трубы, металлопластиковые трубы. Такой секатор пригодится везде. Регионы России – это в том числе и про вкус и пользу. Здесь для покупателей представлена целая линейка белорусских мясных деликатесов. В широком ассортименте – зрелые фермерские сыры. И, конечно, более 30 видов дальневосточной рыбы. Есть и свежая зернистая икра. Также в изобилии орехи и сухофрукты, натуральные специи, ароматный чай, есть и мед с частных пасек. Порадуется лкаежек разнообразие восточных сладостей. Орешки в йогурте и шоколаде, пастила, ароматная халва, мармелад без сахара. Выставка-ярмарка региона России будет работать в торговом центре «Славянский» с 6 по 10 ноября с 10 часов утра до 7 вечера. Первые снегопады показали южноуральцам. Время задуматься о смене гардероба. В Магнитогорске продолжают работу выставка норвежской верхней одежды. Где примерить парку из настоящей волчьей шкуры и подобрать куртку, которая согреет даже в лютый мороз. Осенью Владимир Русяев не только меняет шины у своего автомобиля, но и присматривает обновки себе. Говорит, на выставку норвежской верхней одежды зашел спонтанно и тут же выбрал куртку. Все нравится. Во-первых, я на машине езжу. Она удобна для машины мне. Маленькая, короткая и теплая. Все такие курточки классные. Во-первых, теплые и тут какой-то климаконтроль. Я таких у меня еще не было. Среди новинок сезона норвежские аляски, демисезонные парки с полной ветрозащитой и защитой от влаги. И, конечно, финские облегченные пуховики. Мне очень понравилось. Классный пуховик. Вот видите, как на мне сидит он. Очень классно. Советую всем. Цветовая гамма разнообразна. От ярко-красного для тех, кто любит посмелее, до спокойных пастельных тонов. Широкий размерный ряд. Подобрать себе обновку смогут все. Светлана Фанина думала только примерит пуховик, но не захотела с ним расставаться. Вот подобрали мне пуховик. Теплый, легкий. Цвет подходит. Вообще хорошо. Одежду в Магнитогорск привезла компания Урсогрупп, которая считается одним из лидеров на российском рынке по реализации топовых брендов верхней одежды европейского производства. Есть по-настоящему уникальные модели. Первое. Это парка из цельной шкуры волка. Выдержит температуру до минус 45-50 градусов. Второе. Водительский вариант. Мужские куртки выполнены со специальной мембраной. Не боятся влаги. Защищают от холодных ветров. Есть такие куртки и на милых дам. Представляю вашему вниманию женскую парку Аляску, который выдерживает до минус 40 градусов. Внешний материал трехслойная мембрана, которая защищает вас от воды, ветра и мокрого снега. Внутри пух-перо позволяет вам чувствовать себя комфортно как на улице, так и в помещениях. А вот еще один приятный бонус порадует тех, кто хочет и бюджет сберечь, и покрасоваться этой зимой в новой теплой куртке европейского качества. На весь ассортимент сейчас предоставлена скидка 70%. Выставка продажа верхней одежды «Орса Групп» проходит по 10 ноября с 10 до 20 часов в Магнитогорске в ТРК «Семейный парк», первый этаж, напротив гипермаркета «Спар». О новостях спорта через несколько секунд. Магнитогорский «Металлург» прервал свою серию неудач, которая длилась три матча. Долгожданную победу команда одержала во Владивостоке, где вновь не сумела удержать преимущество в две шайбы, но все-таки одолела «Адмирал» в дополнительной пятиминутке. С подробностями наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. Семейный парк «Семейный парк» эффектным финтом убрал соперника и выдал великолепную передачу Денису Зернову. Тот убежал один на один с ротарем и не оставил ему шансов. Однако вскоре затяжная позиционная атака «Маряков» поставила в тупик оборону Магнитогорцев и забытый перед воротами «Сошников» сократил отставание. Еще через несколько минут Дмитрий Силантьев убежал в отрыв и заработал право на штрафной бросок. Но капитан «Металлурга» Егор Яковлев использовать отличную возможность не сумел. «Играли хорошо, но, как говорится, за хорошую игру очки не дают. Первый и второй период, в принципе, молодцы. И в третьем периоде по заданию, скажем так, играли. И, в принципе, особых проблем-то не было. Единственное, вот это глупое удаление». Единственное удаление в составе Магнитогорцев обернулось пропущенной шайбой. Защитники гостей не сумели помешать Родуолду совершить сразу несколько добиваний. И это было уже четвертое меньшинство подряд, в котором «Металлург» пропустил. Но в овертайме подопечные Андрея Разина сами получили право реализовать численное преимущество и удачно им воспользовались. Робин Пресс выдал классную передачу Люку Джонсону. Тот мастерски подставил клюшку, оформил дубль и подвел итог встречи. Два-три. «Концовку немножко смазали, а так овертайм, я считаю, мы были сильнее, контролировали игру и заслуженно победили». Следующий матч «Металлург» проведет 7 ноября в Хабаровске. Прямую трансляцию встречи смотрите в нашем эфире в четверг в 13 часов 50 минут. Павел Зайцев, телекомпания ТВИН. Сильные духом, крепкие телом. В Магнитогорске состоялись чемпионат и первенство Челябинской области по Кио-Кусинкай. На татами Дворца спорта Рамазана вышли более 350 участников из Магнитогорска, Челябинска, Усть-Котава, Сима, Садки и Чебаркуля. За состязаниями наблюдала наша съемочная группа. Чемпионаты первенства Челябинской области по Кио-Кусинкай – это не только состязания, а настоящий спортивный праздник, который собирает под одной крышей на татами друзей, соратников и единомышленников. Когда я говорю, что Кио-Кусин – это спорт, на самом деле это гораздо больше, чем спорт. Это и философия, и это, наверное, даже можно сказать, те, которые занимаются Кио-Кусином, это уже становится просто образом жизни. И, конечно, я хочу пожелать всем участникам хорошей, красивой, бескомпромиссной борьбы, но всем болельщикам получить удовольствие от этого праздника, праздника духа и красоты Кио-Кусинка. Для магнитогорского спортсмена Михаила Шубина этот чемпионат особенный. На старте состязания Михаил получил долгожданный значок мастера спорта России. Норматив каратист выполнил давно, а вот приказ о присвоении ему нового звания вышел лишь недавно. Для меня мастер спорта была очень значимая цель. Долго я к ней шел, тернистый путь был. Много всяких было, когда я, допустим, выигрывал турнир, но турнир делали из-за локдауна, не всероссийского уровня, а областного. Хотя там 1700 участников. И много всяких таких препятствий было, но мы прошли, как бы, я очень сильно горел этой целью. Она у меня каждый день в голове об этом думала, мастер спорта. Как бы, и получилось выиграть турнир. В 18 лет я выиграл турнир взрослый, всероссийский. Что значит быть сильным духом, Михаил и его товарищи продемонстрировали личным примером. Показательные выступления в исполнении магнитогорских спортсменов не оставили никого равнодушными. Кио-Кушин не просто спорт, целая философия и образ жизни. Это и духовная составляющая, это образ жизни. Когда ты заразился кио-Кушином, ну это на всю жизнь. На всю жизнь ты уже занимаешься, даже вот сейчас у меня вот и работа. Все равно поздно приходишь, либо в дождь заходишь, там потренируешься, либо дома какую-то растяжку сделаешь. Ну, как-то я себя не представляю без спорта. В этом году чемпионаты первенства области собрали более 300 спортсменов со всего Южного Урала. Я бы хотел поблагодарить руководство ПАО ММК в лице генерального директора Павла Владимировича Шиляева за помощь, поддержку, развитие нашей федерации. Они нам очень сильно помогли в проведении вот этих прекрасных соревнований. А также руководство механо-ремонтного комплекса за постоянную заботу, внимание. Все соревнования, все мероприятия, которые проводит наша федерация, где участвуют наши спортсмены только благодаря поддержке нашего родного комбината. Спасибо большое. По традиции соревнования в Магнитогорске являются отборочными стартами для спортсменов. Лучшие из них попадают в состав сборной региона и страны для участия во всероссийском чемпионате, который состоится следующей весной. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня о новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое, вы найдете в наших группах в социальных сетях и на нашем сайте. Впереди вас ждут полезная и коммерческая информация, а также прогноз погоды на 7 ноября. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова